Соседи Гульбары Уркимбаевой называют её опытным истопником. Жительница жилого массива Кокбулак почти 40 лет для обогрева дома и пользовалась печным отоплением. Сегодня пенсионерка получила доступ к долгожданному голубому топливу. «Прошло 40 лет с тех пор, как мы переехали в жилой массив Кокбулак. Всё это время мы отапливали дом углём и навозом. Теперь же нам провели газ. Мы счастливы. Спасибо большое местным властям». В этом году жилой массив Кокбулак в Шемкенте подключён к газоснабжению полностью. Если раньше подведение газа в дом было обязанностью самих жильцов, сейчас газовики пошли на уступки. «В жилом массиве Кокбулак 425 домов. Сейчас мы уже даём жителям этих домов возможность подключиться к государственному газу от правительства». В третьем мегаполисе страны поэтапно решаются вопросы инженерной инфраструктуры. Аким Шемкента Мурат Айтенов рассказывает, что в скором времени город на 100% будет обеспечен инфраструктурой. «В 2020 году мы провели исследование населённых пунктов, которые позже были присоединены к городу Шемкенту. Определили, чего не хватает в каждом населённом пункте и подготовили проект на смертную документацию. На тот момент, когда мы проводили встречу с местными жителями, большинство поднимали вопрос инфраструктуры. Говорили, что не было газа, света, воды. Сегодня по итогам двух лет теперь жители говорят о других проблемах. Жалуются на нехватку школы, поликлиник. Самое главное, что проблема с инфраструктурой решается поэтапно». В этом году работы по газоснабжению начаты в 11 населённых пунктах города. Восемь из них планируют подключить к голубому топливу до конца этого года. А остальные жилые массивы перейдут на следующий год. Всего к системе природного газа в 2022 году планируется подключить более 34 тысяч жителей.